В Кандалакшском районе за последние 11 месяцев было зарегистрировано 54 бытовых преступления. В большинстве из них к семейным ссорам и их печальным последствиям привело совместное распитие алкогольных напитков. Также в основном такие конфликты не оставались и в секрете от соседей. Крики и брань, грохот посуды и мебели явно могли навести людей, живущих за стенкой, на мысль, что в этой квартире что-то не так. Но многие из них предпочитают никак не вмешиваться в семейные конфликты. Были такие случаи, когда и убийства происходили в квартире, соседи говорили, что да, мы слышали, но не звонили. И причинение телесных повреждений тоже было. Но, как правило, в настоящее время соседи очень редко вызывают таких случаев по лицу. Конечно, однозначного ответа на вопрос, когда стоит прибегнуть к помощи правоохранительных органов, а когда семья разберется самостоятельно, не сможет дать ни один специалист. Однако, если все же возникла мысль о том, что нужно вызвать полицию, лучше это действительно сделать. А тем более, если в квартире находятся несовершеннолетние. Хотя в случае с детьми все еще сложнее. Иногда из соседней квартиры может и не доноситься пугающих звуков. Но неравнодушные соседи обращаются в полицию или комиссию по делам несовершеннолетних и в прочих подозрительных ситуациях. Соседка увидела, что приходят мужчины уже в состоянии алкогольного пьянения. И она точно знала, что мама находится в больнице. А маленький ребенок, 6-летний, остался с папой. Она позвонила и незамедлительно выявили специалисты. Действительно, этот факт подтвердился. То есть маленький ребенок, девочка, находился в компании пьяных мужчин. Папа был настолько в состоянии алкогольного пьянения, что он не мог контролировать свои действия. Хорошо, что дверь оказалась открытой. Поэтому ребенок был забран и определен в социозащитное учреждение. Причиной для того, чтобы вмешаться в судьбу ребенка, может стать не только распитие в семье алкогольных напитков или громкие крики за стенки. Иногда соседи регулярно наблюдают, как маленький ребенок в одиночестве проводит на улице несколько часов к ряду, голодный и одетый не по сезону. Можно обратиться в любую инстанцию. Можно обратиться и в отдел полиции, в комиссию по делам совершеннолетних, и в отдел по охране прав детей. То есть в любую инстанцию, где обязаны вас выслушать, взять заявление, к нам анонимно можно в любом случае обращаться. Чаще всего это делают по телефону. Мы обязательно проверяем любую информацию, если это касается детей. Если вы стали свидетелем нарушения прав детей, обратиться в комиссию по делам несовершеннолетних можно по телефону 93589. И стоит помнить, что человеческий фактор играет в нашей жизни большую роль. И пока соседи размышляют в ключе «это не мое дело», сами разберутся, поможет кто-нибудь другой. Печальная статистика разбитых детских судеб и семейного криминала будет продолжать расти. Хочешь узнать больше? Пульс города ВКонтакте. Все самое актуальное и интересное. Заходи, комментируй, предлагай свои новости. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова